С марта вступает в силу постановление правительства, которое позволит провести перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов при временном отсутствии собственника жилья. Если граждане уезжают более чем на 5 дней, то по возвращении в течение 30 дней они имеют право обратиться в свою управляющую компанию или в компанию, выставляющую счета за вывоз мусора, и предоставить подтверждающие документы того, что они отсутствовали более 50 дней. Например, авиабилеты, ЖД-билеты, документы об оплате гостиницы и проживания там, и им будет сделан пересчет. При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства теперь нужно согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления. С 1 марта начинают действовать новые правила маркировки табачных изделий – обуви, одежды, молочной продукции, шин, фотоаппаратуры, велосипедов и воды. Внесены изменения в правила противопожарного режима, который обязывает устанавливать в жилье многодетных семей автономные дымовые извещатели. Есть изменения в правилах дорожного движения, меняется проезд по кольцу, регулируется езда на самокатах, отсудимым за убийство водителям запрещается работать в такси. В марте усиливается госконтроль за оборотом оружия. Вводится новое правило, которое связано с тем, что органы МВД или ФСБ могут провести в отношении гражданина проверку и выдать так называемое заключение, в котором описать, представляет ли этот гражданин опасность для иных граждан, для общества. И если это заключение будет о том, что гражданин представляет опасность, то такому гражданину не будет выдано разрешение на владение огнестрельным оружием. Отказ в выдаче данного разрешения можно будет оспорить в суде. Не станут проверять военных, правоохранителей и представителей коренных малочисленных народов. Также с марта в России начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Оптимальным местом для приобретения питомцы теперь станут специализированные питомники и выставочные центры. Магазины смогут продолжить продажу мелких животных, например, грызунов, а также небольших птиц и рыбок. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.